С ностальгией о комсомоле. Несмотря на то, что распад Советского Союза произошел не один десяток лет назад, граждане нашей страны, заставшие тот период, не забывают о своей комсомольской молодости. 29 октября крупнейшей молодежной организации исполнилось 102 года. Ежегодно по всей России проводятся различные акции в честь этого события. Не обошла эта традиция страной и наш город. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Комсомольские песни были написаны каким-то особым образом. Они наполняли молодые сердца любовью к родине и верой в светлое будущее с первых нот. Прошло много лет, а бывший член ВЛКСМ помнит эти песни наизусть. Песни были задорные, песни были боевые. И действительно, песни они вели за собой, в них очень много было смысла, именно патриотического. Именно ведь лучшая молодежь шла в комсомол. И поэтому и песни такие были, что они звали за собой молодежь, за комсомолом. Получить заветный комсомольский билет было нелегко. В ряды Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи брали лучших учеников, активистов школы. Из этих ребят воспитывали настоящих патриотов, уважающих семейные ценности, честь и правду, ценящих товарищескую взаимопомощь, уважение между людьми и добросовестный труд. На предприятиях комсомол тоже играл очень большую роль. Вы представьте, приходит новый молодой человек, большой коллектив, никого не знает. А тут его сразу комсомольская организация замечала, вовлекала в свои ряды, давала поручения, участвовала во всех мероприятиях. Было здорово, было здорово. Ведь были и соревнования всякие, и профессиональные соревнования, социалистические соревнования. Потом комсомол организовывал и досуг молодежи, это, пожалуйста, и лыжные соревнования, и участие в конкурсах молодежной песни. Жизнь кипела. Каждый молодой человек знал, что он – часть большой организации, которой под силу все. Одним из примеров слаженности молодежи в Ненецком округе является Дом культуры, который был построен с помощью добровольцев в 1964 году в самом центре Нарьинмара и прослужил более 40 лет. Комсомольцы вывозили кирпич, который делали в городе на кирпичном заводе напротив морского порта, мы все его видели. Возили на лошадях, на розвольнях кирпич тяжелый, лошадей погоняли, выгружали, тяжелый труд, много субботников, воскресников провели. И, к сожалению, конечно, это здание, когда разрушалось, как она говорит, искры летели, кирпич не могли сломать. И мы ходили около него, когда ломали, и плакали, потому что мы свой комсомольский труд когда-то внесли, чтобы в городе был замечательный, прекрасный акустикой зал. Но особенно проявили себя комсомольцы в годы Великой Отечественной войны. Помнят и чтят самоотверженность советской молодежи в Заполярной столице. Здесь ветераны окружного комсомола встретились, чтобы возложить цветы к памятнику Владимира Ильича Ленина, основателя советского государства, именем которого был назван комсомол. А также почтили память тех, кто сложил свои головы, сражаясь за Родину. Возложили сегодня венок цветами и обелиску победы воинам-землякам, комсомольцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сегодня заканчивается, скоро заканчивается год 75-летия победы, вот в связи с этой датой. Ведь эти песни, слова песни, поднимали молодежь на защиту нашего отечества в годы Великой Отечественной войны. Это массовый героизм. На примере их и воспитывали все другие поколения комсомольцев. Это и была настоящая патриотическая работа. Для той, прежней молодежи в ЛКСМ это дружба, это любовь, а главное это возможность быть в гуще событий, быть вожаком. В наше время комсомольское движение частично возрождается в виде добровольческих организаций. И кто знает, может быть через несколько лет молодежь с энтузиазмом своих бабушек и дедушек будет вступать в их ряды, чтобы строить светлое будущее страны.